Эндрю Дональдс – музыкант неординарный. Его исполнение завораживает слушателя, а голос, признанный золотым, заставляет остановиться и вслушаться в его звучании. Между тем, если бы мальчишка послушал своего отца и принял уготованное ему будущее, поклонники, возможно, никогда не услышали бы его такие знаменитые хиты, как «Michelle», «Al'oft of Love» или «Simple Obsession». Эндрю Дональдс родился 16 ноября 1974 года на солнечном острове Ямайка в городе Кингстон. Мать – Глория Дональдс, отец – Гладстон Дональдс. Благодаря последнему, притом профессору теологии и философии Принстонского университета, семья много путешествовала. География мест их проживания простирается от Нью-Йорка до Лондона. Везде мальчик жил в студенческой среде, знакомясь с разными людьми и культурами. Музыка в биографию Эндрю появилась рано. С ней сына знакомил отец. Он давал записи, позволяя самому определить, что по душе. Среди пластин, которые Эндрю узнавал с подачи родителя, одно из важных мест заняла группа Битлз. Он ее впервые услышал в три года. Как признался уже взрослый певец, именно Ливерпульская четверка стала его проводником в мир рока и поп-музыки. Юный ямаец в 7 лет пел в хоре и слушал классическую музыку. Отец мечтал видеть сына ученым, но Эндрю хотел идти своей дорогой. После школы молодой человек, ростом под 2 метра, оставил родительский дом и отправился в творческий поиск по городам и странам. В это время он переезжал из Нью-Йорка в Нидерланды, Англию, Францию. Эндрю хотелось стать хорошим певцом и композитором. Поначалу музыкальная карьера не складывалась. Когда начинающий музыкант уже решил возвращаться домой, он встретился с продюсером и композитором Эриком Фостером Уайтом, работавшим с многими популярными исполнителями и группами. Уайт заинтересовался не только необычной внешностью исполнителя, это высокий рост в сочетании с длинными дредами, но и его музыкальным талантом. В 1994 году вышел первый совместный альбом, созвучный с именем фамилии – Эндрю Дональдс. Диск посвящен умершей сестре Эндрю и состоит из 11 песен в стиле рок-н-ролл и поп. В него вошел знаменитый сингл «Мишель», который стремительно поднялся на вершины мировых чартов, заняв 38 место в Billboard Hot 100. Музыкант хотел не просто делать песни, но создавать вселенную поп-музыки с ее многообразием и особой атмосферой. Работая над вторым альбомом, Эндрю стремился вырасти, а не придумать хит, аналогичный «Мишель», который станет популярным, но оставит исполнителя на прежнем уровне. Он проводил аналогию с миром кино, где сикл зачастую хуже первой части. В 1997 году в дискографии вокалиста появился «Dumnet of Idont». В альбоме преобладали регги и рок-н-ролл. Тексты песен наполнены любовью и идеями мира во всем мире. Эндрю Дональд сам говорил, «Я пишу песни для всех и стараюсь трогать сердца людей. Для этого смешиваю элементы различных стилей – поп, этно, ритм энд блюз, регги. Это музыка для всех, но в ней есть общий знаменатель. Она очень личная для каждого». В 1998 году музыканта заметил продюсер группы «Энигма» – Мишель Крету. Его поразил голос исполнителя. Дональд с нераздумуя согласился стать вокалистом группы. Начав работу над новыми песнями для «Энигма», Крету понял, что из этого может получиться что-то более масштабное и решил продюсировать сольный альбом Дональдса. Так в 1999 году появился диск с новым «Under My Skin». В него, кроме прочего, вошли два сингла «I'm all out of love», который достиг международного платинового статуса, и золотой хит «Simple Obsession». На обе песни сняты клипы. После этого певец отправился в трехнедельное турне, давая концерты в города Германии, Австрии и Швейцарии. В проекте «Энигма» вокалист участвовал в записи четвертого, пятого, шестого и седьмого альбома. В них вошли знаменитые «Seven Lives», «In the Shadow, In the Light» и другие. После выступлений в составе коллектива Дональдса признали золотым голосом «Энигму». Работая над новым альбомом группы, продюсеры Мишель Криту и Йенс Гатт начали готовить четвертый диск Дональдса, который вышел в 2001 году. По отзывам критиков, «Let's Talk About It» получился не совсем удачным. После этого музыкант взял творческий перерыв и в течение четырех лет ничего не записывал. В интервью он говорил, «Просто больше не хотел делать музыку. Я должен был найти сам себя, снова найти свой духовный путь. Я переосмыслил свой стиль жизни, в котором было слишком много травки, алкоголя и вечеринок. Весь музыкальный бизнес довел меня почти до полного сумасшествия». В 2005 году Эндрю Дональдс исполнил саундтрек «I Feel» к фильму Тиля Швайгера «Босиком по мостовой». В этом же году начал сотрудничать с украинской певицей Евгенией Власовой. Сначала они совместно записали композицию «Лимбо». А спустя какое-то время «Winto Hope». В 2014 году родился совместный проект Дональдса и музыкантов из Бразилии, который впоследствии получил имя «Карма Фри». Песни звучали на английском и португальских языках, сопровождались африканской перкуссией. Музыка рождалась под влиянием таких групп, как Red Hot Chili Peppers, Boba Marley и других подобных групп исполнителей. В 2015 году Эндрю начал сотрудничать с Максимом Фадеевым. Во время гастролей в России музыкант услышал его песни и увидел клипы, которые ему понравились. Он позвонил и договорился о встрече. Так родились несколько проектов, в числе которых саундтрек «I Believe» к мультфильму «Сава. Сердце война». О личной жизни золотого голоса «Энигмы» почти ничего неизвестно. По слухам возлюбленных у него было немало, но официальной жены нет. Известно, что у музыканта растет сын – Диего Александр, названный в честь Марадонны. В интернете, в том числе и в инстаграме, встречаются фото, где вокалист проводит с ним время на футбольных матчах и за игрой в футбол. Кто мама ребенка – неизвестно. Но в интервью Эндрю упоминает, что она немка. Певец признается, что мальчик – его лучший друг и самый любимый человек. Притом сам говорит «Мы вместе готовим, вместе гуляем в парке, ходим в кино. Я стараюсь привить ему что-то от ямайской культуры. Получается такой смешанный, темнокожий немец». Диего хорошо поет и играет на фортепиано. Сейчас музыкант работает как сольно, так и в составе классика «Энигма». Это дуэт Дональдса и Анджела Икса. Они выступают в сопровождении григорианского хора и симфонического оркестра. В начале октября Эндрю Дональдс стал хедлайнером музыкального фестиваля «Среднерусская возвышенность-2018». Более полутора часов выступают перед зрителями, которые после каждой песни благодарили его взрывными аплодисментами. Весной того же 2018 года «Золотой голос» звучал в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и других городах. После гастролей вокалист побывал в Бразилии с концертами, которые приурочил ко Дню всех влюбленных, отмечаемые там 12 июня. Также в ноябре того же года музыкант выступал в Казани. После этого он отправился в Нижний Новгород, Киров, Пермь, Хабаровск и другие города. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok